Так, опять не показываю все раму целиком. Значит, в прошлый раз у нас колесо делало буквально один оборот и останавливалось. Сейчас вот оно крутится достаточно хорошо. То есть, конечно, потери какие-то есть в подшипниках, но крутится намного лучше, чем до этого. И теперь у нас каретка на внешних подшипниках. Что-то с ней тоже не очень хорошо. Сейчас надо посмотреть, разобрать, почистить. Небольшое количество грязи. И вот я даже тряпочку менять не буду. Буду все это сейчас сначала грязной тряпкой вытирать. Все это, конечно, мешает качественной работе шатунов. Сейчас я это вытащу, посмотрим, что внутри. В целом вал достаточно чистый. Как бы ни окислов, ничего нет. Смазка на вале была в этих местах. Хотя весь вал целиком не смазан. Здесь он сухой. Здесь тоже внутри смазка чистая, видна. Очень туго крутятся чашки. Прямо с каким-то таким небольшим усилием. Видимо, может быть, смазка уже загустела. Но износа нет. Там есть чуть-чуть в одном месте. По хрусту нелегкая. Я так думаю, менять мы не будем. Каретку просто я сейчас протрем. И в следующем году клиент, наверное, по весне, возможно, поменяет каретку. Потому что, в принципе, проблем-то нет. Просто грязь снаружи. Но она на рыбоспособность внутри влияет не сильно. Странно, почему он так тупо крутится. Пока непонятно. Сейчас уберу пыль. Может быть, пыль набилась. Из-за этого сильнее прижимает. Уберу пыль, соберу, покручу. Обычной щеткой чистим все снаружи, чтобы снаружи не было песка и грязи, чтобы можно было внутрь залезть. И потом вот такой лопаточкой подцепляем очень аккуратно вот эту пластиковую штучку. Она отлично выходит. То есть, ничего не повреждается, никаких зазубров нет. И далее мы просто офигеваем от количества всего внутри. Там вот грязная смазка, песок. Это все вот под пыльником было. К сожалению, эти подшипники не меняются. Точнее, меняются. Надо сначала из Китая такие же заказать. Вот. Но они пока хорошо работают. Я думаю, сейчас я просто все это почищу снаружи. И уже человек докатается. Сейчас у нас 1 сентября. Человек докатается месяц-два. И в следующем году поставит новые. Вот такой вот металлизированный резиновый пыльник и добрались до самого подшипника. Все вынимается очень легко. То есть, видите, смазочка там есть. Смазочка достаточно чистая, но немножечко там коррозии появляется. В принципе, песка и грязи нету. То есть, я думаю, что этот подшипник еще спокойно отходит год. Смазку я добавлять, конечно, сюда не буду. Потому что здесь заводская смазка своя. А вбивать его и вымывать тоже смысле нету, потому что крутится он достаточно хорошо. Я думаю, что проблема была именно в том, что вот сами пыльники были грязные и очень трудно им было крутиться по грязи. Чашку я снаружи уже протер. Дальше вот такая лопаточка. Я вот так вот аккуратненько подцепляю. Она вообще не повреждает никак. Вот этот пластиковый пыльник, если чем-то острым подцеплять, типа шила, он будет царапать его. А так вот подцепляете, вынимаете аккуратненько. И дальше, соответственно, уже можно там... Ну, сейчас мне неудобно. Выщелкиваете, и мы смотрим, что там у нас внутри. Внутри там у нас грязи, как видите, тоже дофига. И перед тем, как вынуть внутренний пыльник, опять вообще максимально вытираем, насколько это возможно. Всю грязь, видите, все равно там песочек остается. Удаляем это, потому что сейчас будем снимать, и этот песочек может внутрь попасть. Сначала все это протерли, насколько возможно, затем сняли пыльник и опять почистили. И потом просто собираем все чистое, готовое. С этой стороны подшипник все-таки меньше защищен, потому что здесь шатун без системы стоит. И вот здесь вот без пыльника в одном месте чувствуется, что все-таки вот здесь вот где-то уже пошла коррозия, видимо, внутри подшипника. Все равно придется менять либо корректу целиком, либо выбивать подшипники и вставлять новые. То есть, в целом, все, ну, так вот достаточно чисто, но видно, да, что смазка уже грязная. То есть, не прозрачная такая зеленая, шамановская, а уже немножечко такая коричневатая. Все-таки грязь попала, и где-то началась коррозия. Подшипник начал умирать, к сожалению. Вот он тут похрустывает в одном месте. Берем обезжириватель. Он очень хорошо растворяет всякую грязь. Очень быстро испаряется. Есть такая маленькая пробочка, колпачок. Она как раз, грубо говоря, по размеру. Небольшой раз вот обезжириватель вставляем и крутим туда-сюда, и вся грязь выходит постепенно наружу. И сейчас у нас все вот крутится, все очень хорошо. То есть, ни песка, ни пыли, слышите? Точнее, вы не слышите, как это все бесшумно вращается. Вот, все очень хорошо. Но в одном месте, что чувствуется, что где-то вот здесь вот шарик чуть-чуть подзакусывает. То есть, уже пошел износ подшипника. Вот. Ну, по крайней мере, мы всю грязь, весь песок удалили. Сейчас буквально пару минут. Обезжириватель весь полностью испарится, и можно будет нанести новую смазку. И покататься еще до конца сезона. Я продул все компрессором и нанес смазки, покрутил. В целом, все нормально. Но все равно есть, конечно, вот этот износ. Никуда от него не деться. Все, подшипник перебран. Я его продул, компрессор смазал. Я считаю, что неправильно вообще подшипники перебирать. Надо ставить сразу новые. Здесь вот как бы сезон докататься, обслужить, почистить. И все. Сейчас поставим пыльник и соберем обратно. Сейчас помоем, соберем обратно всю систему. Отмыли посадочное место, обезжирили. Продули компрессором, чтобы ни одной пылинки не было. И дальше я всегда наношу синюю смазку на всю ось. И сейчас пальцем ее размажу. Тоненьким-тоненьким соловым. Прям пальцем буду возюкать. Чтобы, опять же, вся ось покрылась такой пленочкой. И она не будет окислиться, не будет ржаветь. И легче устанавливать шатун. И легче потом вынимать. Вот такой вот слой синей смазки наношу. И остатки сюда вот в резьбу заталкиваю. Сейчас у нас ось непринужденно зайдет в каретку. И не будет никаких проблем потом с окислением и с выниманием этой оси из каретки. И осталось вот эту вот всю грязищу еще отмыть. Вот здесь вот. Ну, результат вот такой, что я хочу хотя бы мизинчиком, да, могу прокручивать. До этого вообще было сложно даже одним пальцем прокрутить. Но результат все равно не идеальный. То есть, видите, как бы она делает, ну, грубо говоря, один оборот. Этого недостаточно. Нужно хотя бы 3-5 оборотов, чтобы каретка делала на свободном ходу. Сейчас в целом вот. То есть намного лучше стало, чем было. Однако все-таки, наверное, надо менять подшипники, чтобы было лучше вот это вращение и меньше сопротивление качению. Все-таки он спецспортивный для тренировок. Поэтому крутиться должно очень легко, а не так, как сейчас. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!